Привет, меня зовут Денис, мне 27 лет. Я дотнет-разработчик, начальник отдела. Занимаюсь менторством, начиная от джуна, стажеров, заканчивая сеньорами. И пришел сегодня в школу Teach Me Skills для того, чтобы провести мастер-класс по преподаванию и обучению людей, студентов. Меня зовут Павел, я психолог-преподаватель психологии, сертифицированный бизнес-тренер, тренер миниаграммы. И приходила сегодня в компанию Teach Me Skills для того, чтобы пообщаться с ребятами на предмет того, как можно работать со сложными студентами. Сегодня мы рассматривали общие базовые концепции того, что такое обучение, как оно проходит, какие там есть этапы, что мы с этим в целом можем делать. Ну, если говорить вкратце, то в первую очередь нужно начинать с того, что происходит внутри тебя, нужно понимать, каким образом происходит процесс коммуникации, как зарождаются конфликты и как при помощи элементарных действий их можно решать. Прошел спич интересно. Я немножко стриманулся в самом начале, поэтому первая середина, наверное, по первой половине это было странно и зажато. Потом стало получше. Отклик вроде хороший, рефлексия всем зашла, но, видимо, потому что никто особо ей не пользовался раньше. Всем было бы здорово это пройти, потому что прокачать свои навыки в других каких-то сферах, посмотреть, на самом деле, как что двигается, и это позволит быть лучшим специалистом. Вы знаете, на самом деле приходить стоит абсолютно всем, неважно, новичок или опытный. Никогда нельзя знать абсолютно все. Всегда можно посмотреть обратную сторону медали или мнение другого человека, ведь даже какая-то элементарная фраза может натолкнуть на мысль и может произойти какой-то инсайт. Именно он может помочь и в преподавании, и в жизни. Мне нравится посмотреть на результат того, как люди начинают самостоятельно заниматься какими-то вопросами, решать задачи, разрабатывать проекты и двигаться в этом направлении, когда им уже не нужна какая-то помощь. Ты видишь то, что они используют тот материал, которым ты им даешь, рассказываешь, учишь, пинаешь, и это позволяет им прокачиваться быстрее и двигаться дальше. Меня зовут Михаил, я веду группу iOS разработчик и отвел сейчас на данный момент одну группу. Меня зовут Екатерина, в Teach Me Skills я веду направление UX UI Design. В школе я преподаю всего лишь месяц, для меня это новый очень вдохновляющий опыт. Я считаю, что это отличная возможность улучшить свои коммуникативные навыки и получить лучшие практики наших преподавателей, чтобы наладить более правильный контакт со студентами. И благодаря этому я считаю, что наш образовательный процесс может быть гораздо более эффективным, потому что если мы не будем более открытыми со студентами, их как-то к ним прислушиваться, то и студенты не смогут задавать уточняющие вопросы. Я считаю, что это будет не оптимальным обучением. Я сегодня пришла сюда, потому что преподавание — это не только знание своей предметной области, но и soft skills, которые позволяют выстраивать ту самую коммуникацию между преподавателем и студентом, потому что недостаточно знать только свою предметную область. Нужно еще делать этот эмоциональный вклад, нужно быть точкой опоры для студентов, нужно суметь выстроить таким образом материал, чтобы нанести сложные вещи простым языком и не растерять смысл, пока ты все это доносишь. Нужно суметь держать фокус студентов не только в течение всего курса, но и в рамках одного занятия. И, конечно, это требует знания не только твоей области, но и знания человека как такового, поэтому сегодня с нами этим всем делятся. Я очень рада, что вы меня пригласили. Да, у меня есть тетрадочки, я уже все себе записал. В принципе, классные практики, и я постараюсь какие-то из них применить и адаптировать к следующим своим группам. Да, для себя я вынесла несколько интересных методов, как подключить студентов в работу, потому что, как правило, они приходят на урок и не хотят больше расслабиться и слушать меня. А важно преподавателю включить их сразу в работу, чтобы у них активизировался мыслительный процесс. И поэтому нам сегодня подсказали, как со старта дать им понять, что они пришли сюда не отдыхать, а все-таки работать. Эти методики, они больше игровые, потому что все-таки ребята приезжают уставшие. Нужно опять-таки суметь сфокусировать их внимание на работе и в то же время сделать этот процесс скучным и монотонным, то есть соблюсти вот этот баланс между тем, что им нужно очень много всего узнать, но в то же время привнести игровую форму в этот процесс. Да, я считаю, что надо ходить не только молодым, но еще и уже опытным нашим преподавателям, и не только как слушатель, но еще и как спикер, в принципе, поделиться какими-то своими практиками, своей экспертизой, чтобы двигать, скажем так, прогресс дальше, чтобы мы обучали молодых, молодые что-то новое создавали и уже рассказывали нам, старикам. Вообще бесценно, когда кто-то просто так делится с нами опытом, которого наработал за долгие годы своей тяжелой практики, сам совершил много ошибок, пришел к каким-то выводам и так щедро этим делится, что это, конечно, очень ценно. На самом деле мне очень нравится преподавать, и я чувствую, что я делаю жизнь людей гораздо лучше, и что они могут заниматься теми вещами в жизни, которые им нравятся. Я считаю, это очень важно. Я очень рад, что, правда, у меня жизнь других людей кучни. В один момент времени мне захотелось получить какой-то новый виток в своей профессии, и одновременно оставшись там, где я нахожусь, потому что мне все очень нравилось. И это кажется несовместимым, но Teach Me Skills приложили мне попробовать себя в роли преподавателя. Я поняла, что это очень вдохновляющая практика. С одной стороны, ты никуда не уходишь далеко от того, где ты есть, но с другой стороны, в тебе накопилось уже столько знаний, которыми очень хочется делиться. Преподавание такая штука парадоксальная, когда ты получаешь, отдавая. Поэтому я на это согласилась, мне очень нравится.